Всем привет! Вы просили побольше бутаухи, а не всяких экскурсий по подворотням. Будет вам побольше бутаухи. Ой, бутаухи. Бутаухи, это неинтересно, мне кажется. Мы сегодня, в общем, приехали. Мы еще, правда, не можем найти, пока разобраться. Вот в таком вот здании мы находимся. Все равно немножко зданий. Мы хотим купить, короче, камеру новую. Заказать, вернее, ее. Потому что в наличии... В наличии ее нет, да, но хотя бы заказать. Вот пытаемся найти, где здесь есть Эльдорадо. В этом здании. Прекрасно. Остров. Построен он. Не пугай людей. В общем, все как обычно, мы не туда зашли. Надо было немножко в другую сторону. Мы причем туда прошлись сначала, но ничего там не поняли из-за того, что там на первых этажах везде просто точечные магазины. И мы думали, что нам нужно прямо в само ТЦ. Но нет. Ну, в общем, все оказалось намного проще. Вот он, на улице прям. Не надо куда-нибудь ходить и искать. Немножко в тупке. Лошпетство продолжается. Заказать ее нельзя под заказ, чтобы привезли. Но есть на технологическом институте. В видео она в наличии. Якобы. Вообще единственная в городе. Она потому что у нас не самая последняя модель. Естественно, все опять через одно место. В общем, попробуем сейчас доехать до технологии. И, возможно, забрать ее уже прям сразу. Еще не ждать никаких заказов. Это было бы здорово. Добрались мы до места. Петербург настолько культурный город, что здесь даже магазин датовой техники прям в парке находится. Да, да. Прям парковая зона. Пожелайте нам удачи. Нам всем вместе с вами. Потому что вам тоже смотреть эти пиксели, я думаю, что надоело. Возможно, не сильно поменяется качество. Но посмотрим. Надеемся, что все-таки будет лучше. Но мы стремимся к улучшению. И да, это снова мы из Пиксляндии. Ни хрена у нас не получилось. Сегодня, видимо, не наш день. Видимо, день такой. Да, не знаю, короче, через что он смотрел. Что он сказал нам, что в этом магазе есть. Но ни хрена там не было. И мы будем заказывать. Так что придется еще пару видосиков, видимо, поснимать на эту. Ну, ладно, не наша вина. Ничего, ничего, нормально. Работаем. Работаем. Сейчас мы притащились в галерею. Хотим искать редкий шапку. Но поняли, что в субботу, наверное, это мы... Здесь не протолкнуться. Скорее всего, я буду ее заказывать. Но еще нам надо зайти в Золотое Яблоко. И купить там мицеллярку. Ну, в общем, все, как вы хотели. Да, но здесь мы... Случный быт. Да, но здесь мы максимально на короткий. Да, потому что я устала уже от вида этого даже. Зайти и выйти. Ребята, всем привет. Сегодня хотим поделиться нашим новым приобретением. Решили, раз у нас новое жилье, то надо покупать что-нибудь, значит, из техники. Плюс, помимо этого, те, кто с нами давно, помнят, что я довольно-таки плотно сидела на каплях назальных. И вот, наконец-то, я слезла. Вот, чтобы все-таки как-то облегчить вот эту мою адаптацию жизни без капель, мы решили приобрести увлажнитель воздуха от компании Oberhof. Давайте вместе его распакуем. Распаковывать новую технику, сами знаете, это прям... Я вообще в целом обожаю новую технику. Я много раз тоже говорила, что для меня лучший подарок – это техника. Ну, для кого-то там шмот, например, или еще что-нибудь такое. Для меня вот с техникой нет прям ничего лучше. Это инструкция, видимо. Аккуратно, главное. Как вы понимаете, эстетичные распаковки не наш конек. Вы только посмотрите, какой он красивый. Черненький, естественно. Черный, стильный. Вот отсюда давай тоже его достанем, да? Ну, естественно, нет в пакете, пусть стоит теперь. Пыль собирает на пакет. Он небольшой, ну, в принципе, но у него очень большой объем резервуара для воды. 6,5 литров. За счет этого до 70 квадратных метров он может опылять. Да. Так, давайте попробуем, протестируем его. Все делаем вместе с вами. Так, вот, резервуар. Резервуар можно не снимать, можно сразу на месте его наполнять, потому что там довольно удобная вот эта вот штука, горловина. Внутри стоит фильтр с ионами. Уже на самом деле не терпится протестировать. Будем сегодня опылять тебя всю ночь. Еще кайф отдельный, то, что в нем, помимо вот ионизации и помимо увлажнения, в нем есть такая штучка, отсек отдельный, куда можно залить аромамасло. Вот сюда необходимо капнуть несколько капель аромамасла. Да, и будет вам полноценная, да, ароматерапия. Спа на дому, так сказать. Все, он у нас включился. У нас есть вода. И сейчас будем тестировать. Воду мы берем не из-под крана, для того, чтобы никакой накипи, ничего такого не было. Да, да, да. Итак, наливаем прямо сюда воду, правильно? Да. Итак, поехали. Давай смелее. Чуть здесь смотри, какое горлышко. Здесь можно лип прямо из этого, из ведра. На самом деле, действительно, мечта сбылась. Мы очень долго выбирали между разными моделями, остановились конкретно на этом. Во-первых, потому что, ну, мне, в частности, очень он паралился сфетически. Ну да, черный красивый. Я не очень сильно вникала изначально в характеристики, а потом, когда сошлось, вот знаете, дебет с кредитом, Ульяна просмотрела все характеристики, и мы сошлись о том, что действительно. Мне нравится, что он еще не замороченный никакой в управлении, что здесь все прямо интуитивно понятно. Тем не менее, все равно распакуем инструкции. Здесь у нас, что есть, гарантийные талоны. Также есть два года гарантии, бесплатно. Также нам положили инструкцию, целая книжечка, между прочим. И дополнительно положили замены фильтра для аромамасла и, соответственно, основные фильтры для самого увлажнителя. И кисточка для очистки. Да. И пульт управления. Да, здесь те же самые продублированные, да? Да. Клавиши, я так понимаю, как и на самом корпусе. Ну что, начнем? Нажимаем «Он». Он включается. Кай, смотри! Вот он показывает здесь температуру в помещении и в процентах он показывает влажность. Влажность. Да, ты можешь выставить здесь на автоматический режим поставить. Можно установить свой порог влажности. Когда он будет достигать его и, например, превышать, он будет уходить в спящий режим и поддерживать тот процент, который вы установили. Нужный процент, да. И также, если вода в резервуаре закончится, он также автоматически выключится. Блин, так прикольно! Здесь еще можно установить два режима пара горячий и холодный. Сейчас у нас холодный. Потрогай тоже рукой, прям холодный. Блин, кайф! И штука вот эта вот на 360 градусов. Давайте я встану напротив пара, потому что белая стена, и вам, может быть, не видно его. А здесь давай попробуем. Ну как тебе? Кайф! На самом деле, очень освежает. Даже сейчас я рядом стою. Очень кайфово. У нас стоит холодный пар. Давайте сейчас включим на теплый режим, на теплый пар. Это вот эта кнопка. Нажимаем. Здесь три режима. 0, 1, 2 и третий, самый высокий, соответственно. После того, как мы включили этот режим, в течение 15 минут пар нагреется и будет уже теплым. Иди еще, покажу несколько штук по кнопкам. Вот эта кнопка, вы можете регулировать уровень пара. Здесь всего три уровня. 2, 2 и 3. Там мощность будет меняться. Да, 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 мощность. Следующая, чуть ниже кнопка, и вы можете установить влажность. От 30 до... 90. До 90%. Та, которая вам необходима. Также здесь есть блокировка от детей. Нажав эту кнопку, вы можете быть спокойны, что ребенок не нажмет ничего ненужного, лишнего и так далее. Также есть кнопка спящего режима. Включая ее, увлажнитель будет продолжать работать, но на минимальных оборотах и светодиодный экран погаснет. Это удобно также, например, ночью. Если кому-то, кого-то раздражают там любые... Свечения. Свечения. Еще мне нравится, что он очень бесшумно работает. Тоже ночью спокойно можно спать, ничего не булькает. Нет ощущения, что ты спишь, знаете, на болоте с лягушками. Жалко, что у нас нет никакого эфирного масла. Да, мы еще не купили, да. Надо сходить в магаз купить. Давайте пультик покажем. Маленький, компактный. Пожалуйста. Дублирует абсолютно все кнопки. Да. Давайте попробуем, например, поставим его в спящий режим. Нажмем на кнопку слип. Чтобы пульт начал работать, здесь необходимо сделать такую небольшую... Ну, тут заглушечка просто стоит, да, для батарейки. Просто ее взять и достать. Все. Готово. Так, давайте попробуем его перевести в спящий режим. Итак, жмем кнопку слип. Та-дам! Светодиодный экран погас, но пар пока продолжает идти. Видно вам? Надеюсь, что видно. Видно, видно. Да, через какое-то время он будет все меньше и перейдет уже в низкие обороты. Так, давайте включим его. Хватит спать. И вот он снова работает. Блин, кайф! Я очень довольна. Просто фантастическая штука. Опять же, повторимся про дизайн. В принципе, пишется в любой интерьер. Легок в управлении, работает бесшумно. Мне кажется, это идеальная покупка. Ребят, вся информация по данному товару будет по ссылке в описании. Так что переходите, смотрите, читайте, изучайте, приобретайте. И ионизируйтесь! Сделайте себе подарок к Новому году. Атмосфера уже удручающая. Мы решили сразу посмотреть, чтобы хотя бы максимально быстро добежать до точки назначения. Потому что тут ад. Просто как сейчас пик в метро. Пришли в Золотое Яблоко. Тут еще хуже. И чтобы не тратить дополнительно время, мы сразу спросили, где бренд находится, который нам нужен. Просто, видимо, еще из-за того, что сейчас скидульки везде и типа а-ля Черная Пятница идет народу еще больше. Просто я не знаю, я понимаю, что мы сдолбали ныть, но мы больше любим дворы, не подворотни, чем вот это. Вы не поверите. Хотя нет, наверное, уже поверите. Здесь нет того объема вентилярки, который нам нужен. Здесь есть только тестер. Я не знаю, что мы делаем не так, но похоже, все. Только тестер. Пойдем, Рид. Сегодня точно не наш день. Пойдем вот сюда зайдем в шапку, посмотрим тебя. Я не хочу ей... Нет, нет, нет. Я все, я хочу выйти, потому что нет, мне все раздражает. Я закажу. Нет, я, ну, ужасно. Вообще, нет, вот, мне прям еще раз можно сказать слово нет. Недостаточно. Спасибо. Можно вообще сегодня потратить деньги как-нибудь? Можно, пойдем есть вкусную еду и пить вино. Ты приглашаешь меня на свидание? А то. Ну, раз не получается ничего, пойдем, не обмоем камеру, так так потусим. Ну да, ладно, пойдем. А ты придумал уже куда? Наверное, сейчас какую-нибудь итальяшкинскую. Мы же любим. Точно не пойдешь, пока мы здесь? Нет, не пойду, нет, не хочу. Все, все. Мы решили пойти в тот же самый итальянский ресторан, Gianni он называется, которому мы были на мою днюху. Но, с учетом того, что сегодня суббота, и мы ничего, конечно, не бронировали, сейчас в моменте и узнаем, удастся нам сесть или нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет. Женя, вдвоем. Спасибо. Ура. Правда, с ограничением на полтора-два часа, но нам больше и не надо. За глаза. Да, мы просто поужинать. И прикиньте, мы прям за этот же столик попали, которым были на Дере. Я абсолютно не помню, что я брала в прошлый раз. Хочу сейчас взять вот это. Но я не помню, мне кажется, и в прошлый раз было то же самое у меня. Нет? Не знаю. Ты надумала на что-нибудь? Не знаю пока, я думаю, что. Либо морепродукты. А что, это просто паста? Да, паста с морепродуктами, либо паста с форелью и грибами, не знаю. А тогда у тебя, мне кажется, была с форелью и грибами. Я вообще тоже не помню, что я брала. Сейчас пойдем влог пересматривать. Я, кстати, поняла, я теперь камеру вообще из рук не буду выпускать, чтобы вот так все складывалось у нас. То мы до этого не снимали в процессе, и нам везде отказывали во всем. А почему тогда в балерее не сложилось? Ты же тоже снимала. Нет, ну я же не на постоянной основе снимала. С рестораном сразу раз и сложилась. Ну да. Есть в этом какая-то... Магия. Магия, да. Спасибо вам, подписчики. Ну что ж, начинаем наш КВН. Взяли себе по коктейльчику. Захотелось в этот раз не вина, а коктейльчиков. Что-то давно не пили. Хотя не сильно, прям, может, их любим, не сказать, что коктейльные души. Но вот сегодня мне что-то захотелось. Ну, некрони, он еще очень пипец. Классика. Я помню, когда в нашем отношении было 5 лет, мы праздновали там Москва-Сити. Ульяна тогда мне подарила там ночь. Мы там готовили некрони. Да. Я привезла свои барменские приблуды все. Шейки, даже специальные стаканы под негрони, чтобы все было по красоте. Я там была личным барменом у Ритки. Красота была чума-то. А было это на каком этаже? На 56-м отель. Там есть отель просто на высоком этаже с большими панорамными окнами в пол и с джакузи в номере. Ну, то есть такое... Пошлятинка такая. Прям в номере. И знаете, а джакузи, оно было еще с подсветкой. То есть там можно было розовым и светить. Синим. Ну, то есть там прям просто... И все естественно в голосе. Ну, все как мы любим. Мы очень надеемся, что там нет камер в таком количестве видеонаблюдения, потому что... Потому что, ну, это мой. И, ну, как бы... Это была жесть. Пролезли мы на прям 5 лет. Так юбилей так просто праздновали. Да. Но некрони был очень вкусный. Нам принесли уже еду. У тебя что? По портели. По портели. С авиальными томатами и с... Трочиталой. Да. А у меня петучине с дартаром из лосося и фисташкового тесто. О, круто, что ты красивая. Фисташковое тесто звучит на забитие. Да. Приятного аппетита. Салют. Сейчас вечер, конец рабочего дня, и мы пошли на ВБ за заказом. Там пришла скатерть, потом я заказала... Самобранк. Самобранк. А потом я хотела давно купить гидрофильное масло, никогда не пробовала, в общем, заказала себе... Чё это опять? А? Чё это опять? Ну, умывалка для лица. И ещё шапка. Сейчас ещё покажем, как нам идти до мусорки. Интересная система. Необходимо выйти. Ну, покажи вот этот вот срач. Почему бабушка Уля сейчас побудет ругаться? Это ужасно, на самом деле. Хочется жаловаться, но мы не будем. Не, не, жалобы писать, это нет. Это ещё рано пока. Рано, по возрасту это ещё мы не подходим. Да, если я так проживу. Короче, вот мы сейчас идём с мусором. И для того, чтобы его выбросить, мы доходим до следующей двери. Ключ у меня сейчас. Ты показывай, да. Вот, мы заходим. Тут очень-очень скользко. Идём. Ну, то есть, грубо говоря, мы заходим во внутренний двор. Почему такая система, одному богу известно, но... Нет, но здесь же можно пройти по-кругому. Нет, ну можно, но... Это самый короткий, короче. Здесь можно пройти через дворы, через шлагбаум, через парковку вот там. Здесь проще. Ну, может быть. В общем, и вот такая система. Мы заходим на внутренний двор и здесь уже выбрасываем мусор. И здесь рядом находится ВБ. Очень удобно. Вот. А то, что мы там показали, типа побубнить, поругаться, вот, видимо, из-за того, что вот такой вот выход, не самый... Типа не самый простой. Не самый удобный. Люди забивают болт и бросают всё рядом с подъездом. Я не знаю. Я никогда этого не пойму. Просто... Ну, это странно. Не знаю. Причём они... Причём у них это прогрессирует. Они сначала выбрасывали просто пакетами с мусором. Сначала маленькие, потом побольше, побольше, побольше. И теперь кто-то из них вытащил какой-то сломанный стол или шкаф или какую-то вот такую вот хрень. Усугубляется. Ну, не знаю. Видимо, это зависит всё-таки просто от воспитания. Ладно, хер с ними. Мне, знаете, ещё не нравится. У нас в Москве было такое, что... Ой, в Москве или где-то, не помню. Соседи вытаскивали мусор... Да, в Москве. На последней хате, на которой мы жили, они вытаскивали мусор и ставили, типа, рядом со своей входной дверью. И этот мусор мог, типа, могла там... С утра, грубо говоря, иду на работу, этот мусор стоит около двери. Потом, возвращаюсь с работы, этот мусор также стоит около двери. В общем, ладно. Уже мы немножко за это зацянули. Совсем забубнили, да. Фу, отвратительно. Поэтому заканчиваем. Обитель роскоши. Мода и стиль наше второе имя. Она вот такая, видишь, с дырочкой. Чтобы когда износилась, можно было не сразу ее менять, а какое-то время еще поносить. Что, ты хочешь от меня каких-то модных советов? Ну да. Навряд ли. Ну какой-то типа... Суперский. Очень красивый, супер. Эрит, тебя сложно испортить. Такая она, конечно, тоненькая. Знаете, ему, конечно, надо, мне кажется, поэто по... Ну да. Ну еще одну можно будет указать. Конечно. Там у меня есть еще, я не собранялся шапка, просто немерено. Столько зим. Только зим нет. Оптимизмом мы прямо сегодня горим. Мне, кстати, нравится очень непонятно. Ну я так считаю, что когда шапку носишь, мне надо немножко, ну, поднимать, сласкать. Вы знаете, нет, приносит шапку вот так. А я думала, ты скажешь из-за того, что мы из маленьких городков, что у нас в крови вот это вот, ну вот это вот. Чтоб стояла шапка. Меня всегда так удивляли гопники, и мне непонятно, на чем у них держатся вот эти шапки. На честном слове. Да, да, на честном слове. Да. Короче, мне кажется, что шапку надо, ну, немножко приподнимать, чтобы она как-то лицо открывала. Вот мне тут, как бы, по брови ее натянут. Пиздец. Ну что, берешь, нет? Да, шапку беру. А вообще у нас очень сильно все засыпало. Вон какие горы из снега. Причем произошло это буквально, наверное, я не знаю, даже не за неделю. За сутки. Ну, не за сутки. Может быть, за пару дней. Вон, все. Никто ничего не успевает. Естественно, как обычно, коммунальщики не знали, что будет зима. Никто не готов. Пробки 10 баллов. В общем, все стабильно. Все как обычно. Тут недавно увидела, как некоторые пишут фамилию Беглов. Они, короче, пишут бег русскими буквами и лов. Окончание. Такой тонкий намек на то, как все прекрасно. А хотите один рандомный факт о нас? Мы ходим, покупаем воду большую, пятилитровую. Знаете, в какой магазин? Вот такой. Вы знаете, почему? Потому что она здесь дешевле, на удивление, чем во всяких этих добытчиков. Ну что, распаковка. Мы решили взять скатерть, потому что был вроде симпатичный, и цвет хороший, и все ок. Но хочется чем-то закрыть, потому что еще вот эта линия раздражает. Да, да, да. Да и все равно. Нафиг он такой. А эти я еще хотела. Думала, может быть, взять такие, знаете, подставки. Ну, вот типа вот такие. Да, вот как на подоконнике. Да, да, да. Я думала какие-нибудь круглые взять, но они себе по диаметру большие. И как бы, ну, их положить ни туда, ни сюда. Сидим у сульяны рядом, пойдем даже напротив. Ну, короче, решили взять такого молочного цвета, чтобы не выделялось. Ничего, чтобы, ну... Без кислоты. Без кислоты, да. Блин, а как мы ее... Она вот такая мятая будет у нас. У нас же ничего нет. Мы до сих пор нихрена не купили. Ни отпариватель, ни утюг. Кто-нибудь удивлен? Нет, навряд ли. Так, ну давай посмотрим, как это выглядит. Ну, вообще, вроде по цвету. О, окна очень красивая. Роскошь просто. Просто супер, бомбически. Да, надо, конечно, чем-то это... Отпарить ее. Сойдет, что? Нет, в принципе, она хорошая. Еще мы постоянно покупаем, если скатерть или если такой вот такой вот на стол, мы обязательно покупаем, чтобы они были водоотталкивающие. Потому что, ну, так удобнее. Потому что чем-нибудь капнешь, там, что-нибудь... Ну да, но она не прям бабкина клеенка. Нет, нет, нет. Это материал такой, но они есть прям водоотталкивающие. Знаете, на которых собираются капельки. Ну, она не питывает, короче. Ну, по цвету, мне кажется, вообще идеально подошло. По цвету, да, нормально. Только теперь надо разгладить ее как-нибудь. Мы у соседа спросим, Рит. У нас, в общем, коротко про соседа, пока Ритка распаковывает. Что это? Это гидрофилка, я хотела показать. Рядом прямо с нами квартира живет чувак, он неформал. И он оставил себе дверь от застройщика. А здесь, в этом доме, двери от застройщика, они такие прям... Синие. Синего цвета. Такого, ну, не ярко-синие. Не глубокого какого-то, а вот, блин, они, короче, как техпомещение. И он просто взял, оставил эту дверь и наклеил себе туда наклейки. Такие, знаете, с молнией, типа, не входи, опасно для жизни. Смотрится как какое-то техпомещение, реально. И... Мы вообще думали, что это техпомещение до недавнего времени. Ну, нет. Я видела, что на ней написано вот этот номер квартиры. Техпомещение не номеруют. А потом мы встретили его. И он, ну, супер неформал, и поэтому все встало на свои места. И такая, ну, блин, понятно. Короче, классная идея. Нравится нам соседу. Он прикольный. Вообще, хочу отметить то, что Петербург мне всегда очень нравится тем, что здесь очень много рокеров. Везде прям. Даже вот в Мурино, пожалуйста, нас окружают они, да, в метро много. В Москве не такое количество. В Москве больше вылезанных хипстеров всяких. Вот там что-то вот про это. Питер ближе. Питер еще ближе, потому что очень много, ну, тех же самых рокеров и так далее. Вот даже в метро смотришь, и очень много именно взросных. Я имею в виду взросных, там, ну, типа наших ровесников. И там в плюс, то есть. Ровесники твоего бати в шапке Алиса. Да, да, да. Ну, короче, много вот всяких таких вот. Вот такую, короче, не знаю. Урина просто бати Алиса Ман тоже. Ну, это я так, поэтому я про ее батю конкретно. Вот такая, вот такое гидрофильное масло. Я не знаю, я никогда таким не пользовалась. Одно время они были очень модные. Время уже прошло, я решила купить. Я не знаю, ну, хорошее, нехорошее. По отзывам вроде ок. Не знаю, если пользовались, напишите. Поможет, не поможет. Будет заходить. Нам уже ничего не поможет. Я фиг знаю. Потому что, знаете, там отзывы, как обычно, читаешь, кому-то, у кого-то кто-то говорит, о, офигеть, как помогло. Прям просто с первого раза стало прям Шарлиз Тейрон, ни больше, ни меньше. А потом, а кто-то пишет, следующий комментарий читаешь, и там человек пишет, высыпало так, что, типа, вообще живого места нет на коже. Ну, в общем, следите за новостями. Возможно, что я пропаду из этого канала, потому что все обсыпет. Но я надеюсь, что нет. Так вообще часто бывает, что сначала обсыпает от всякой косметики. Да, да, да. Что, типа, вылезает. Ну, я не знаю, насколько еще скажут косметологи на этот счет. Может быть, так и быть и не должно. Но много раз такое читали с тобой. Да, много. Типа, ой, сначала должно все вот так пойти, типа, по одному месту, а потом будешь супер. Да, да, да. Ну, знаете, переустойчиво. Но у меня такого не бывало. Я просто смотрела как-то фотографии, кого вот обсыпают, и я прям думаю... У меня просто перманентно все плохо, поэтому у меня нет. И, короче, некоторых прям обсыпают, и думаешь, пиздец. Ну, не повезло. Человек выкладывает, типа, до-после. У него до-обычная кожа, а после, типа, как будто, ну, такой лютый пубертат лет, там, 14. Все? Да, это все, короче, покупки. И шапку вы видели. Вообще, сегодняшний вечер должен был пойти по другому сценарию. Мы должны были поехать в центр и доснять этот влог нормально, без бытовухи, потому что, ну, в целом, такой бытовой получился. Хотя, как я говорила, вначале многие просили, типа, новую экскурсию, давайте бытовуху. Мы должны были поехать в центр поснимать что-то интересное. Не экскурсии, но интересное. Но поняли, что у нас нет сил моральных сегодня на это. Сегодня 30-е число, кто понял, тот понял. Не сказать, что мы удивлены, мы много раз и в Телеграме говорили о том, что это, ну... Вопрос времени. Это просто вопрос времени, это неизбежно. Ну, вот этот день настал, и что-то хочется сегодня побыть вдвоем и поснимать потом. Ну, и плюс ко всему, у нас здесь еще тоже свои новости. Такие тоже не очень веселые, но как бы не супер грустные, но и не очень веселые. В любом случае, не знаю, может быть, кому-то зашло действительно то, чтобы стало побольше, ну, по крайней мере, в этом влоге побольше поделились с вами нашими какими-то такими делами, типа, чем мы занимались и вообще чё как. Да, ну, и еще раз напоминаю, что личные темы остаются все на бусте. Плюс ко всему, мы будем снимать еще отдельный видос для бусте по поводу, ну, вообще всего, что мы думаем, ну, все такое. Не обижайтесь, поймите нас правильно, но это все теперь на бусте. Спасибо большое за внимание. Вам там, ну, хороших дней, как дней, ночей, дна. Ой, нет, не надо. Не надо, это другим людям. Мы уже там. Чтобы все было. И вам ничего запись не было. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok